Здравствуйте! В эфире «Городские новости», 43-й канал. Последний выпуск новостей в этом уходящем году. Мне хочется начать с приятного сообщения. Буквально на днях телерадиокомпания «Димитровград» получила правительственную телеграмму от министра связи России с высокой оценкой деятельности нашего коллектива и новогодними поздравлениями. В ней, в частности, говорится От имени коллегии Министерства связи Российской Федерации поздравляю вас с наступающим новым 1996 годом. 1995 год был годом больших перемен, нового подхода в решении сложных отраслевых проблем, формирования новых рыночных структур. Высоко оценивая вашу работу по реализации намеченных региональных программ развития связи, выражая благодарность и признательность за ваш труд и преданность делу. Примите пожелания благополучия и доброго здоровья вам и вашим близким в новом году. Федеральный министр связи Булгак. Это высокая оценка работы нашего коллектива, работы для вас телезрителей 43-го канала, читателей газеты «Димитровград» эфир, радиослушателей проводного радио городского и радиостанции «Август». И от нашего имени мы тоже поздравляем вас с Новым Годом. Но вернемся к делам житейским. Пенсионеры грозятся поджечь мэрию. Скопление отрицательных эмоций накануне Нового Года наблюдается в Комитете социальной защиты и особенно в почтовых отделениях связи. Когда вы должны были получить? 23-ю. 21-ю. 14-ю. А денег нет? Эх, позорники. Вот именно. Так это на карточку. Что делаю? Да и все. Не то, что так, что у пенсионеров. Да, а что толку? Люди занимают с вечера. Этим ничего не изменится. Чего ночи стоят за несчастной пенсией. Какие-то копейки. Пускай хлеба негде купить, не надо. Они и доводят нас до этого. На сегодняшний день лишь около половины пенсии и пособий раздали отрицатам. Губернатор обещал в публичном выступлении 75% пенсионеров обеспечить деньгами до праздников. Областная пресса объясняет задержку пенсий прокручиванием их в банках и в управлениях почтовой связи. Так, за подобные нарушения снят с должности после проверки начальник Ульяновской почтовой связи. Для избежания подобных задержек работники пенсионного фонда считают, что необходимо иметь свой банк, который бы централизовал денежную сумму и обеспечивал бы ее своевременную выдачу. Подобный опыт уже имеется в Самаре. Примут ли его к сведению в нашей области, покажет время. А пока нам сообщили, что вчера получено 720 миллионов рублей из пенсионного фонда. Какие суммы еще поступят до Нового года, неизвестно. 14 лет назад в предусе планировалась компрессорная станция. Но строительство не пошло выше первого этажа. Стройка заморозилась. Три года назад на площадке вновь затеплилась жизнь. Достроили второй этаж и укомплектовали оборудованием. Но не строительно-монтажным, а для переработки сельхозпродукции. В результате кропотливого труда возник при Дусе свой мясокомбинат. Директор завода Виктор Владимирович Азимов имеет огромный производственный опыт. Надеется, что в новых рыночных условиях его третий по счету мясокомбинат станет конкурентно способным. Сейчас жизнь каждого производителя зависит от того, насколько он будет качественную продукцию сделать. Единственное, что я могу сказать, что мы не будем возмутителями спокойствия. И не ставим задачу такую для себя. Мы хотим вписаться в этот рынок и выглядеть не хуже, а может быть чуть-чуть лучше. Вот такая задача поставлена. Будем стараться. А дать какую-то гарантию, что мы выдержим конкуренцию и победим, заявить это просто глупо. Я думаю, не стоит такие заявления делать. Но мы будем все делать для того, чтобы мы выдержали эту конкуренцию. Сейчас сложно это дело сделать. За счет чего вы снижаете цены на свою продукцию? Мы не снижаем, а мы не делаем ее выше, чем у конкурентов. За счет чего? Чуть-чуть ниже даже делаем. За счет того, что у нас очень маленький аппарат управления. Покольно три человека. Компактный коллектив. Мизерные расходы на энергетику. Вода у нас, в общем-то, своя даже. Вот. И абсолютно, стопроцентное использование сырья и всей номенклатуры отходов. Ничего не выбрасывается ни одной косточки. Все реализуем. И это вот пока позволяет нам держаться более-менее на этом уровне, на котором я сказал. Ассортимент продукции уже стабилен или вы планируете его расширять? Это тоже вопрос довольно щекотливый. И вот в чем. Спрос населения диктуется не тем, что хочет оно купить, а что может. И вот из этой точки зрения мы так и планируем. Ассортимент можно расширить практически до бесконечности. Но мы делаем пределы 10-15 номинований. Есть и технические возможности. Некоторые не стопроцентные у нас пока что. Но они будут дальше расширяться. Но в состоянии уже сейчас мы вот этот ассортимент на минимум поддерживаем устойчиво. В первую очередь продукция мясокомбината поставляется работникам акционерного общества «Димитровградстрой». При отсутствии денежных знаков зарплата к Новому году успешно компенсируется колбасой. Часть произведенной продукции отдает по договоренности фермерам и сельскохозяйственным кооперативам, которые поставляют скот на новый мясокомбинат. Пока процесс обкатки в пусконаладочном режиме идет успешно. Более дешевая, но качественная продукция завода по переработке сельхозпродукции возможно обретет скоро своего покупателя в нашем городе. Фирменный магазин завода находится по проспекту «Димитрово» возле ресторана «Современник». В истории гормолзавода, а сегодня фирмы «Биатон», не было такого, чтобы для горожан поставляли не цельное молоко, а сухое. Хотя все крупные города зимой живут именно на молоке, приготовленном по технологии из сухого молока. Этой зимой значительно снизились поставки молока из района. Всего 17-20 тонн в день вместо 50 тонн, что были в прошлом году. Пришлось вскрывать летние запасы сухого молока и пускать его в дело. Для этих целей была закуплена механическая установка для восстановления сухого молока. Стоимость ее невелика, всего 3,5 миллиона рублей, но она позволяет снабжать город необходимым количеством молока. В установке термически обработанная питьевая вода смешивается с сухим, поступающим через дозирующие устройства. После охладителя смешанная продукция набухает в резервуаре, а затем, пройдя через систему фильтров в цехе для нормализации молока, доводится до 2,5% жирности, рассказывает старший технолог Светлана Владимировна Пеннер. Светлана Владимировна, как давно установлено это оборудование? К работе мы приступили, наверное, недели полторы назад. Это советское оборудование? Да. Каковы объемы его переработки? Ну, фактически, где-то приблизительно 20 тонн в час. И какую норму продукции вы выпускаете за сутки? На этом участке мы восстанавливаем, значит, обезжиренное сухое молоко, как для нормализации молока, так и для возврата с датчиком. В среднем это где-то по 13-15 тонн ежедневно. А получается, что сухое молоко, оно заранее заготовленное? Ну, сухое молоко мы привозим по мере необходимости. Не только сухое молоко приходится сегодня доставать из резерва. Замороженный творог, которым запаслись еще летом, оттаивают и пускают в реализацию. Ввиду недостатка цельного молока, кефир вынуждены выпускать нежирный. Причем все активнее на биатоне используется полиэтиленовая упаковка вместо стеклянной тары. Производство ориентируется в будущем на полную ее замену. Грани реальной забастовки педиатрами санчасти 65 так и не перешагнули. Из областного территориального фонда им и работникам скорой помощи выделили заработную плату за октябрь месяц. Для всех остальных деньги отправятся в путь из Москвы лишь 3 января. И прибудут, если прибудут. Лишь 8-9 января, но уже после Рождества. ФОК ДААЗа сегодня справедливо считается крупнейшим спортивно-оздоровительным центром в городе. Большой поток молодежи в тренажерном зале. Одно занятие здесь стоит 2,5 тысячи. Вечерами качают мышцы на различных тренажерах до 50 человек. Правда, любителям спорта приходится владевать еще одним видом бытовой физкультуры. Прыжки через лужи. Недавно отремонтированная доазовскими строителями крыша вновь дала течь. Зато капитально отремонтирован бассейн. В прошлом году он функционировал лишь 3 месяца и остановился на доработку. Две недели назад здесь вновь заплескалась вода. Бассейн соединен с сауной. После горячего пара особенно хорошо окунуться в прохладную воду. Основное назначение бассейна – оздоровительное. С января будут набирать платные группы. Стоимость месячного абонемента – 4-5 тысяч. На каждую группу отведено по полтора часа. Работает бассейн для детей и взрослых с 8 утра и до 10 вечера. Глубина его всего полтора метра, но удовольствия – масса. До открытия купального сезона навыки по плаванию можно поддерживать в ФОКе ДААЗа. Учащиеся школ в последнюю учебную неделю интенсивно сочетали контрольные сочинения и изложения с новогодними утренниками и дискотеками. Баба-яги, разбойники Деда Мороза, Снегурочки нехитрыми сказками развлекали детвору, заводили их играми, песнями и плясками. Но от усталости падала только Баба-яга. Постояльцы Дома творчества юных номер 2 организовали свою елку. Было здесь место выдумки и веселью. Завершился конкурс в мастерской Деда Мороза. С материалами школьникам помогли акционерное общество Ковратекс и РСМ. Лучшие игрушки украшают елку на площади советов. Ребятишки из детского дома уехали в Ульяновск на губернаторскую елку. На одну из них будут приглашены и дети-инвалиды, а один большой праздник организуют для детей и семей малообеспеченных. Каникулы-каникулы – счастливая пора. О проведении зимних каникул школьников позаботились педагогические коллективы как учреждений дополнительного образования, так и школ города. Так, в Центре внешкольной работы с учащимися для начальных классов будут организованы мероприятия. Путешествия в страну поиграйка, зимние поляна чудес, конкурс знатоков. Для старшеклассников пройдут мероприятия «Мы танцуем и играем», развлекательная программа, открытые двери для друзей, дискотека и многое другое. Насыщенные дни зимних каникул в Доме творчества юных. Каждый день здесь идут новогодние представления, а 9 января будет показан спектакль по мотивам русских народных сказок. Диско-программа «Новогодний серпантин» и интеллектуальная игра для пятых классов «Умрестлинг». Центр натуралистической работы приглашает на день открытых дверей 9 января. А на базе детской юношеской спортивной школы номер 1 будет работать спортивно-оздоровительный лагерь. В зимние каникулы пройдет личное первенство по шахматам школьников. Запланированы мероприятия не только в зданиях учреждений дополнительного образования, но и на свежем воздухе. Они будут проходить практически во всех школах города. В среду в кафе «НКЦ» состоялся необычный предновогодний концерт, рассказывает Ольга Паниковская. Они приехали из Волгограда. Три девушки, совсем юные, но уже успевшие дать миру многое. Приехали из концерта. Они не проповедники, но и не безбожницы. Они из центра Шри Чан-Мори. Всем, чем занимаются девушки, от чистого сердца. Прошел их предновогодний вечер в кафе «НКЦ» «Октябрь», где они исполняли песни своего наставника. Пели девушки на иностранных языках, под гитару, посылки у нее барабана и индийскую гармонь. Мы просим, чтобы нам не аплодировали, так как наша цель совсем не в этом. Мы хотим, чтобы каждый человек, услышавший нашу музыку, почувствовал настоящий аромат любви и добра, сказала одна из солисток группы «Аромат сердца». Центр культуры и досуга «Восход» живет в рабочем ритме новогодних праздников. Кроме ежедневных детских утренников и сказок, здесь готовятся вечера для взрослых. Завтра, 30 декабря, в 19.00 состоится бал «Маскарад». А 5 января вас ждет солидная концертно-развлекательная программа «Веселое Рождество». Начнется она в 18.30. Билеты стоимостью всего 6 тысяч. Вы можете поучаствовать в конкурсе, выиграть рождественские призы, вместе с хором русской песни попеть и поплясать. Затем в зале будет показан концерт с выступлением ансамбля «Метроном», «Модерн-балет», «Благовест» и районного ансамбля народной музыки. При новогоднем веселе мне хочется пожелать вам всем здоровья, добра и как можно больше терпения и любви ко всем окружающим вас людям. Счастья вам! Редактор субтитров А.Семкин